На границе Казахстана с Россией застряли сотни граждан Таджикистана. В Бишкеке час дня. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. Сотни граждан Таджикистана уже пять дней не могут перейти границу Казахстана с Россией. Они хотят проехать Саратовскую область через пункт пропуска Озенке. Однако российские пограничники устраивают им дополнительные проверки и заявляют о технических трудностях. Мигранты же рассказывают, что граждане с паспортами других стран пресекают рубеж без каких-либо проблем. Об этом они анонимно сообщили проекту «Мигрант Медиа». Проблемы для граждан Таджикистана на границе Казахстана и России начались 19 июня. С этого дня таджикистанцев стали реже пропускать через КПП. На следующий день российские пограничники разделили очередь. Отдельно узбеков, кыргызов и таджиков. Кыргызы и узбеки проходят без проблем. Стоим только мы. Мигранты говорят, что российские пограничники часами проверяют их паспорта и телефоны. Представители власти объясняют это тем, что компьютеры якобы долго считывают таджикистанские документы. Собеседник «Мигрант Медиа» рассказал, что сейчас в очереди на КПП «Озинки» находится около 600 граждан Таджикистана. Российские пограничники при этом пропускают только 5-6 машин в день. Они кричат, отбирают у нас паспорта и телефоны. Если в машине 6 человек, они проверяют ее более 5-6 часов, а потом пропускают. Круглосуточное ожидание здесь очень тяжело дается детям, женщинам и пожилым людям. У нас закончилась вода и еда. И нет условий для ночлега. По словам собеседника журналистов, справиться с ситуацией помогают неравнодушные люди. Они переводят деньги, на которые таджикистанцы покупают продукты и готовят пищу в ближайшей мечети. Помощи со стороны официального Душанбе, по их словам, нет. Кроме того, «Мигрант Медиа» выяснили, что с такими же проблемами таджикистанцы столкнулись и на других пунктах пропуска в Оренбургской области России. Также «Мигранты» рассказали журналистам, что и казахстанская сторона ужесточила досмотр и пропуск граждан Таджикистана на территорию своей страны. В Астане это пока никак не комментировали. А еще стало известно, что в аэропорту Внуково 80 граждан Таджикистана не впустили в Россию. Как выяснилось, им запретили въезд в страну на три месяца, не объяснив причин. Об этом изданию «Азиаплюс» сообщили их подписчики. Таджикистанцы прилетели из Душанбе во Внуково рано утром 24 июня. По словам источника «Азиаплюс», 40 человек на следующий день отправили обратно в Таджикистан, а еще 40 до сих пор находятся на территории аэропорта. Он добавил, что ограничения коснулись только молодых парней. Женщины, дети и взрослые мужчины без проблем прошли пограничный контроль. Другой собеседник «Азиаплюс» сообщил, что задержанных несколько часов допрашивали представителей аэропорта, задавая вопросы о цели поездки, а затем изъяли их телефоны для проверки. Таджикистанцы отмечают, что еду и воду им принесли только к 3 часам ночи. Еще один таджикистанец сообщил, что до сих пор находится в шоковом состоянии. По его словам, у него не было проблем с документами. Он официально работал в компании, а теперь его могут уволить. Он рассказал журналистам, что сотрудник аэропорта ему посочувствовал. Сказал, что его документы действительно в порядке, но он не может ничем помочь, так как есть приказ сверху. В Министерстве иностранных дел Таджикистана на вопросы «Азиаплюс» не ответили. А в посольство Таджикистана в России журналистам и вовсе не удалось дозвониться. В Генпрокуратуре России заявили об угрозе распада страны из-за ненависти россиян к мигрантам. Там считают, что неприязнь к приезжим разжигается искусственно. Об этом во время круглого стола в общественной палате рассказал прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности в межнациональных отношениях, противодействуя экстремизму и терроризму Дмитрий Вагурин. Сейчас, по его словам, в телеграм-каналах публикуется огромное количество информационных сообщений негативного характера в отношении иностранцев. Ненависть к мигрантам среди радикально настроенных лиц разжигается искусственно для того, чтобы затормозить развитие России и развалить ее, говорит Вагурин. При многих обоснованных рисках и опасениях, связанных с пребыванием мигрантов, нередки случаи, когда радикально настроенные лица искусственно разжигают ненависть к иностранцам, преподносят негативные поступки отдельных людей как модель поведения целой нации. Делается это для того, чтобы разобщить население страны, посеять вражду между нациями, в конечном итоге затормозить развитие России и даже развалить ее. При этом, по словам Вагурина, в последние годы в России кардинально изменился состав мигрантов. Речь, по его словам, идет примерно о 15 миллионах приезжих, большинство из которых выходцы из стран Центральной Азии. Многие из них не владеют даже минимальному с уровнем русского языка, потому что у них на родине перестали его изучать, считает прокурор. По его мнению, иностранцы не хотят не соблюдать местные законы и нормы поведения, создают анклавы, захватывают сферы бизнеса, из-за чего россияне якобы теряют идентичность. В МВД России предложили Узбекистану регулярно обмениваться данными о гражданах, которые изменили свои фамилии. Об этом со ссылкой на министерство пишет агентство Фергана. Все это обсуждалось во время визита главы российского МВД Владимира Колокольцева в Ташкент. Со своими узбекистанскими коллегами он также говорил о пресечении фактов незаконной миграции, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и совместной работе в поиске граждан, которые находятся в розыске. Российскому министру показали Центр координации и мониторинга, где местные полицейские анализируют ситуацию на местах и оценивают эффективность работы представителей органов внутренних дел. Также в центре с помощью видеосвязи обучают сотрудников ДПС и ППС. Перед нами сейчас задача стоит, не отвлекая инспектора профилактики от веренного ему участка, проводить с ним видеоселекторные совещания, разводы и точно так же онлайн-уроки. Если вы смотрите нас в Ютьюбе или Фейсбуке и при этом не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы вас могли увидеть гораздо больше зрителей. Апелляционный суд Астаны оставил в силе приговор Куандыку Бешимбаеву и Бахаджану Байжанову. Инстанция накануне рассматривала жалобу их адвокатов по делу об убийстве Султана Тнукеновой. Ранее суд приговорил экс-министра нацэкономики Казахстана к 24-м годам лишения свободы по обвинениям в убийстве, совершенном с особой жестокостью и истязаниях. А его дальнего родственника Бахаджана Байжанова к 4-м годам лишения свободы, признав его виновным в укрывательстве преступления. На суде Бешимбаев и его адвокаты просили смягчить наказание, а именно переквалифицировать статью с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Байжанов попросил оправдать его, заявив, что в его действиях отсутствует состав преступления. Однако апелляционная коллегия суда по уголовным делам Астаны оставила приговор предыдущей инстанции в силе. Они посчитали, что доводы адвокатов обвиняемой стороны несостоятельны. Одна из защитниц Бешимбаева Наскен Кусаинова заявила о том, что теперь они намерены обратиться в Верховный суд и в Комитет ООН по правам человека. Шавкат Мерзиоев заявил, что в последние годы в Узбекистане открываются широкие возможности для свободы слова и плюрализма мнений. Глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и добавил, что вместе с тем в стране чаще стали распространять ложную и необоснованную информацию. Узбекистанский президент отметил, что медиа страны уже близки к уровню четвертой власти и критические материалы помогают разбудить некоторых дремлющих руководителей и заставить их жить заботами людей. Однако, как утверждает Мерзиоев, в стране выросло количество случаев распространения ложной и необоснованной информации, которая вводит людей в заблуждение. При этом он не сказал ничего о том, что за последние годы Узбекистан ухудшил свои позиции в международных рейтингах свободы слова и о том, что только за последние три года в стране арестовали и приговорили к длительным срокам десятки блогеров. Кроме того, многие их коллеги, которые также критиковали правительство, были вынуждены прекратить свою деятельность из-за давления властей. Словом, наши неравнодушные и благородные журналисты, активные блогеры своей твердой позиции и беспристрастным словом вносят достойный вклад в решение острых жизненных проблем, повышение эффективности реформ, расширение взглядов и мировоззрения соотечественников. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в нашей вечерней программе Шавкатом Тругаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, Ютьюбе и Фейсбуке. Ставьте лайки. Так их увидят гораздо больше людей. А еще больше интересных видео, репортажей и фильмов вы сможете найти на нашем сайте. Всего доброго. До свидания.